Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Да, мы до сих пор кормим птичек, я не понимаю, почему мы не делали этого раньше. Синички по-прежнему прекрасны, но к нам прилетела какая-то новая птичка, я не знаю, как она называется, посмотрела в интернете. Может быть, это серый сорокопут, может быть, но это не точно. Поэтому, если кто-нибудь знает, как она называется, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду очень признательна. В этом видео мы уже заносим в спальню мебель, не без приключений, конечно, у нас не бывает все гладко, мы очень весело живем. И подведем итог нашего ремонта. Всем привет! У нас сегодня будет небольшой переезд. Мы уберем весь инструмент в комнате и начнем только перед настройки. Да, тут еще немножко не доделано, но я думаю, что в комнату можно, в принципе, уже переезжать. И я это очень рад. Надо было, сказать, делать за 4 часа, потому что к нам придут гости. А она пока будет готовить. Поехали! Пока я убиралась в остальных комнатах и готовила обед, мой муж практически все сам перенес. Молодец! Просто ему очень надоело спать в зале, на узком неудобном диване. Я, конечно, тоже люблю комфорт, но, как вспомню детство, мы с подружкой просто так ради интереса спали на полу. Рядом стоит кровать, мы спим на полу. На голых лакированных досках спали. Без одеяла, без подушки, в общем, безо всего. Просто на досках. Сейчас вспоминаю, думаю, зачем мы это делали. Хотя в жизни нужно попробовать все, думали мы в 13 лет. Кстати, после узкого дивана нам наша кровать показалась удобной и широкой. Вот все-таки есть плюсы в неудобствах? Определенно есть. Мы сохранили ориентацию комнаты. Кровать, две тумбочки и комод мы оставили на своих местах. Только мой туалетный столик поменяли местами. То есть поставили на противоположную сторону. Просто мне хотелось, чтобы когда заходишь в комнату, открываешь дверь, и сразу же было видно. Вот светильники над кроватью, туалетный столик, мальм и вот эти вот светящиеся гримерные лампочки. Чтобы было сразу атмосферно и красиво прям со входа. С кровати просто не хотелось вставать. Она примагнитила нас к себе после такой долгой разлуки. Я даже не помню, сколько у нас ремонт длился. Наверное, месяца два, где-то так. Конечно, мы соскучились по комфорту. Пока Гоша убирался, мы отдыхали. А чтобы лежать было удобнее, мы решили застелить постельное. Хорошо, что мне всегда в этом деле помогает муж и одевает одеяло в пододеяльник, потому что я терпеть не могу это делать. Мой муж тоже не любит это дело, но у него нет выбора. Я сразу же купила шторы, потому что для меня шторы это очень важная деталь в интерьере, которая действительно сильно придает уют комнате. Шторы висят, все отлично. Мне так нравится этот цвет, он идеальный. Сначала в магазине мне показалось, что он слишком темный, слишком насыщенный. Потом принесли домой, я их сравнила со своими леггинсами. Они тоже такого пыльного цвета, цвета пыльной розы. И мне показалось, что он слишком розовый. Думаю, все, Коля точно не одобрит, он не хочет розовую спальню. А на самом деле, когда они уже висят, они действительно именно такие, какие я и хотела. Да, это именно то, что я хотела. Мне очень нравится. Там еще будет висеть тюль, но с тюлью я пока не определилась. Сегодня полдня ходила по магазинам, искала себе тюль, но ничего мне не нравится. Я хочу, чтобы она света много не забирала, потому что у нас эта сторона не солнечная. Хочу, чтобы она была вот как вуаль, как типа у нас в зале. Но в то же время, чтобы там какая-нибудь серебряная нить проходила в виде ромбиков. Правда, все так на меня смотрели, типа, что, какие ромбики, какая серебряная нить. У нас ни серебряной, ни золотой нету. Ну, в общем, я говорю, ну нет, так нет, все. Буду использовать пока свою старую тюль. Единственное, что мне не нравится, это то, что штора лежит на полу. Хотя ее высота 2,50, и стена у нас тоже высотой 2,50. Не знаю, почему так получилось, но такое бывает. Вот тюль, допустим, нормально. Хотя я вешала ее на самые нижние петельки, но она все равно лежит на полу. Сверху получилось из-за этого некрасиво, и снизу тоже некрасиво. Я думаю, будем перешивать. Туалетный столик у меня со стеклянной поверхностью. Ее нужно частенько полировать, особенно после такого долгого простоя. Также я принесла косметику свою из зала, которой пользовалась во время ремонта. И раскладываю всю косметику по местам. Телевизор мы решили повесить на кронштейн, потому что мне на комоде нужна свободная поверхность. Кронштейн мы купили такой мощный, хороший и, главное, белый, под цвет наших стен. Для его крепления, конечно же, нужен перфоратор, но и тут начинается самое интересное. Почему у нас только вылетело? Это что, со стеной что-то вы делаете? Теперь у нас все симметрично. Отлично. Да, тут ладно прилепить. Мы больше... Придется перекрашивать. Понимаешь, мне сон снился, что надо перекрасить? Мы же такой цвет нигде не... Мы его не разведем в такой цвет. И у нас еще вот здесь вот течет, видишь? Вот здесь какие подтеки. Топит кто-то из соседей. Мы, конечно, расстроились, но так бывает. Одно ремонтируем, другое ломаем. А кронштейн оказался действительно очень удобный. Когда муж крепил мое зеркало, я думаю, ну хоть бы к соседям не продолбил. Но здесь обошлось. Нам повезло. Хотя такое уже было, когда мы только въехали в эту квартиру и перебирали пол в нашем зале. Он также перфоратором пробурился к соседям. То есть пробурил наш пол и вышел у них через потолок. Я помню, тогда нам пришлось им покупать банку штукатурки, то ли шпатлевки, то ли побелки. В общем, с какой-то банкой мы к ним ходили извиняться. Ну, они к нам пришли, конечно, разбираться. И в итоге накричали на нас и попросили, чтобы мы им что-то купили. Но мы купили и извинились. В общем, весело было. Очень. И нам, и им. В общем, на полу я немножко убралась. На стенах у нас красивые симметричные дыры. Хотя вон, видишь, еще добурение. Сколько оставалось. Я не их не добурил до конца. Вот так вот. Теперь у нас очень много работы. Да. И бедная моя пострадала беговая дорожка. И под ней тоже все там засыпано сбоку. Ну, надо поднять ее. Я решила сделать себе новую коробочку из кухонного ящика. Я все просила, просила мужа, чтобы он открутил направляющие. Но бесполезно. Когда его не было дома, я взяла сама все открутила, сама все сделала. Надо уметь делать любую работу. Тогда точно не пропадешь. Также заказала с Вальдберес декоративные подушки. Четыре штуки. Они мне понадобятся для новогоднего декора. Ну, и отмываю свою дорожку беговую от штукатурки. После перфоратора вообще все в цементной пыли, поэтому протираю все поверхности. На следующий день меня не пустили в институт, потому что, оказывается, у меня была температура. Я пришла домой, сразу начала заниматься делами. Нам давно уже нужно перенести коробки с балкона под кровать. Все-таки на улице уже минус 10, поэтому я запереживала. Кстати, кто заметил, шторы я сняла, отдала их обратно в магазин, чтобы они их подшили и немножко укоротили. Я еще хотела сказать по поводу телевизора. Вот он у нас вот так висит, регулируется угол наклона, ну, то есть он вытаскивается, все как надо. И у нас вечная проблема, куда деть приставку. Но здесь я опять придумала, куда ее можно деть. И мы ее поставили вон туда, за телевизор. То есть вот она, она там у нас крепится на двусторонний скотч. Ну, вот как-то так. Так, здесь в зале у нас была такая же проблема, куда деть эту коробочку, приставочку, чтобы она еще срабатывала. Мы хотели ее убрать вот сюда, вот в этот вот шкафчик. Ну, туда поставить, но, к сожалению, пульт не улавливал. Поэтому, опять же, я придумала, что можно сделать. Мы приклеили ее вон туда над Гошей, на двусторонний скотч. То ли на силикон, в общем, мы ее на что-то клеили. Она постоянно падала на нашего бедного Гошу, ну, на пылесос. Да, белый силикон видно. В общем, висит, все хорошо. Пульт ее ловит. И ее не видно, пыль не скапливается. В общем, по-моему, отличное решение, что здесь, что в спальне. В общем, в честь нашего почти окончания ремонта мы пришли в кафе-бар в нашем городе. Ну, типа ресторан. Он вот такой вот уютненький, на первый взгляд. Я не буду здоровы. Себя не снимают, сзади меня люди. Говори. А что говорить? Мы ждем свой заказ, и нам тут принесли вот так. Что это? Морской бой. Да, но раньше он выглядел по-другому. Сейчас прикольненько вот распечатали. Вот кафе-бар, в котором мы находимся. И то есть здесь можно играть в морской бой. Еще тут книжки есть на березном. Скорее, второе мировое войне. 12-й. Да, здесь вот очень много книг. Еще раньше здесь были настольные игры, но сейчас уже настольных игр нет, потому что люди их с собой утаскивают. Поэтому, ну, есть много книг. Нам принесли глинтвейн с ложечкой, мармеладками и кучей фруктов. Да, там фрукты, корица. Вкусно. Вкусно? Ну, доставай. Открывай. А лосось я попробую. Выглядит красиво. А рыба очень вкусная, надо взять на заметку. Здесь у нас красная икра, авокадо, красная рыба и красный лук. Нам принесли фитучильник в такой большой тарелке. Ну вот, раскидала по всему залу. Мы уже принесли кофе. Морской бой. Кто выиграл? Я выиграла. Как обычно. Нам сегодня, наконец-то, будут устанавливать шкаф вот сюда, вот в эту нашу нишу. Встроенный шкаф будет. Смотри, тут сколько синичек. Синички, извините. Мне нужно посмотреть вниз. А здесь ничего не видно. Нам все занесли. И будут у нас вот такие вот двери белые, разделенные на 4 кубика. Это очень важно. И каркас, ящики и все остальное у нас вот здесь. Кровать мы уже закрыли. Телевизор тоже. И вон там тоже что-то лежит. Видимо, это все для шкафа. Полусобранный шкаф. Здоровый, конечно. Ирина Геннадьевна с ревизией пришла. Итак, время 11 часов. Наш шкаф готов. Вот, внутри у нас ниши под Икею. Здесь 3,2 ящика. И полочки, и рейлинг. Тоже снизу ниша, полочки, ящички. И рейлинг для одежды. Это вертикальная штучка для швабр, сушилок, гладильных досок и так далее. У нас уже прошли сутки. Мы всю ночь мыли шкаф. До часу ночи мы его мыли от опилок. В комнате и в квартире жутко пахнет ЛДСП. Все окна открыты. Дома холодно. Я одела Колину кофту и вот так вот хожу. А сегодня полдня мы отмывали двери. Вот здесь 2 куба. И у левой двери тоже 1 куб. Они были грязные, в чем-то черном. И оно не отмывалось ничем. Пришлось вызывать монтажников вчерашних. Они пришли, перевернули вот эти вот прямоугольники. 3 прямоугольника перевернули. И вот с этой стороны все хорошо. А вот стой, все плохо. В общем, с дверями разобрались. Внутри шкафа, в ящиках, на полках много было тоже темных пятен. Черных, липких следов от пальцев, фломастеров, ручек. В общем, все это отмывается меламиновой губкой, кстати. Меламиновая губка и ацетон. Вот два средства, которыми можно действительно что-то отмыть. Так, я еще хотела сказать про датчик. У нас здесь есть светодиодная лента, но она сейчас не подключена, потому что электрику мы будем делать сами. Вот она идет вот эта. Планка с лентой. Лента какая-то тускловатая, как нам показалось. Не знаю, может нам показалось. Вот датчик. Он работает от движения. То есть подносишь руку, уводишь, и он срабатывает. Вот такая система. Мы, кстати, не показывали, что нам поставили дверь. В общем, дверь обычная, такая же, как во всех комнатах. Чтобы у нас во всех комнатах были одинаковые. И вот такая вот дверь. Еще нужно будет приделать плинтуса. Вот здесь, здесь, здесь. Но это будет завтра. И вон там тоже плинтус. И в самом шкафу тоже нужно будет сделать плинтуса. Потому что все смотрится очень не очень. В общем, дверь нам поставили тоже с горем пополам. Не все могли запилить вот так вот откосы под 45. Мы нашли специалиста еле как в интернете. В общем, нам пришли и делал он эту дверь 10 часов там ставил. В общем, до ночи он ставил эту дверь. Но поставил более-менее по уровню. В общем, все хорошо. Мы довольны. Хочу показать, чем мы занимаемся последние два дня. Нам же не живется спокойно. И мы решили, помимо всего прочего, и ремонта в большой спальне, покрасить еще и маленькую спальню. Точнее, перекрасить. Вот что у нас получается. Она у нас была вот такая вот зеленая. Но мы уже ее покрасили почти что в белый. Но все равно, мне кажется, немножко просвечивает. Где-то есть трещины. Где-то там что-то отстает краска. На полу грязь. А я к чему отношу с грязью к человеку. Ты убиратель мусора. Я убиратель мусора. Собиратель краски. То, что линолеум у нас весь в краске. А вообще у нас было много предпосылок для того, чтобы ее перекрасить. Изначально на этой стене нас топили соседи. И у нас были вот так вот по всему периметру и вниз до пола подтеки. Такие некрасивые. Мы думали, что надо бы перекрасить. Ну ладно, когда-нибудь перекрасим. Потом мне приснился сон, что надо перекрасить стену. Но я не придала этому значения. И мы подумали, ну ладно, когда-нибудь перекрасим. А потом вот на этой стене мой муж пробил стену два раза. И мы решили, ну все, надо красить. Чем мы сейчас и занимаемся. Мы покрасили эту комнату где-то на 4-5 слоев. Ушло много краски, времени, силу и нервов. И она все равно просвечивает зеленым цветом. Так что, если покрасить, допустим, ту стену в какой-нибудь розовый или фиолетовый или синий. Особенно, если он будет яркий и насыщенный. Как потом это все закрашивать? Элементарно закрашивать белым цветом сначала надо. А потом уже наносить какой-либо цвет. Это уйдет дофига краски, дофига денег, дофига нервов. И понятно, если это будут делать рабочие. Но рабочие тоже это будут делать несколько дней. В общем, очень сложно закрасить цветную стену. Даже белой краской. Это действительно очень сложно. И теперь я рада, что мы ту большую спальню сделали однотонной. Сделали ее белой. Нормально сказал? Да, отлично. Вот что у нас получилось на данном этапе ремонта. Заходим. Так выглядит наше полностью включенное освещение. Две светодиодки отдельно включающиеся. Вот этот ряд лампочек и вот эта ступенька лампочек. Мой светильник. Светильник мужа. Наша кровать. Две тумбочки из икеи. Стол маль из икеи. И вот этот комодик у нас тоже из икеи. Напротив кровати висит телевизор. Шторы. Такого цвета, как я хотела. Они отлично сочетаются с постельным бельем. Я даже не стала ложить никакое покрывало. Потому что и так, как по мне, красиво смотрится. Над моим туалетным столиком зеркало с лампочками. Мы еще будем подключать выключатель новый. Поэтому пока что провода лежат хаотично. Наш встроенный шкаф выглядит вот таким вот образом. Издалека смотрится достаточно красиво. Единственное, мне кажется, что дверь у него немножко бежевого цвета, а не белого. По крайней мере, по сравнению с белыми стенами, кажется, что они какие-то кремовые, то ли бежевые. В общем, такого теплого оттенка. Но это еще не все. Еще я буду менять тюль. Буду покупать сюда декор. Вот сюда на стены, скорее всего, буду покупать какие-нибудь постеры разноцветные. Потому что стена совершенно пустая. Тюль менять, как я уже сказала. Потому что это мне не нравится. Мне кажется, он сюда совершенно не подходит. Что-нибудь на комод. Может быть, растения, цветы. В общем, не знаю. Что-нибудь поставить. Тоже какой-нибудь декор. В тот угол пока не знаю. Я хотела туда шкаф такой узенький, тоже белый. Но сейчас я тоже шкаф не хочу. Можно туда поставить тоже либо пальму какую-то, какое-то растение, цветок. Или торшер, или кокон. Но пока в ближайшее время здесь будет стоять елка. Большая белая елка. Слева от комода я хочу повесить зеркало, наверное, на стену. Либо поставить на пол. В общем, какое-нибудь большое зеркало. Не это зеркало. Это вообще не зеркало. Это дверь. Дверь со шкафа из соседней комнаты. С маленькой спальней мы сняли со шкафа дверь с зеркалом. И решили поставить ее сюда. Потому что без зеркала я не могу. Раньше у нас было зеркало вот здесь, на старом шкафу. А сейчас, так как его нет, я решила, пусть стоит у нас дверь. По-моему, даже неплохо смотрится в серебристой рамке. В общем, нормально. Но видно, что там сверху и снизу колесики. И все равно это, конечно, никуда не годится. Будем заказывать сюда зеркало. В общем, нужен нам еще декор на комод. Постер над кроватью. Что-нибудь на стены. Поменять тюль и зеркало. И тогда уже можно будет сказать, что комната практически закончена. И, наверное, я сниму видео до-после. Ну, что было до ремонта и что будет после. Но у нас в квартире, получается, осталось еще три маленьких помещения, в которых нужно сделать ремонт. Это прихожая, коридор, туалет, ванная. Даже четыре. Но мы будем совмещать туалет, ванную и коридор. Делать большую ванную. Под конец сделаем ремонт в прихожей. Так что ремонты, я думаю, еще будут. Потому что я это люблю. А когда мы сделаем ремонт в этой квартире, надо будет покупать дом и делать ремонт там. Ну, это все, конечно, мечты. Я надеюсь, вам понравился наш простенький ремонт. Спасибо вам за комментарии, за то, что вы участвуете в нашей жизни. Увидимся в новом новогоднем видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok